Только музыка. Music in Texas. Испанцы оволцев не так часто радуют мир своими новыми альбомами, а тем более концертами в Москве. И вот для всех любителей дед металла наступил праздник. Испанцы в Москве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почему на выпуск альбомов уходит так много времени? Ну просто мы не такие уж и профессионалы. У каждого из нас есть работа. Мы не можем прокормить себя одной только музыкой. Ну и мы делаем все, что в наших силах. Иногда у нас получается записать песни очень быстро. Ну в общем, мы не такая группа, которая может выпускать по альбому в год. Как уж получается записать альбом, так мы его и выпускаем. Мы работали с Эриком Рутоном. Он помогал нам в микшировании и мастеринге последнего альбома. И мы должны заметить, что он настоящий профессионал. Мы очень довольны его продюсированием. Он очень помог нам добиться не только хорошего звучания, но и хорошей репутации для группы. Моё поведение на сцене, но это получается само собой. Когда мы только создавали свою группу, я всё время двигался, причём параллельно пев. И сам сначала не понял, почему люди стали спрашивать меня, «Эй, как это у тебя получается?» А я отвечал, «Ну не знаю». Это у меня получается само собой. Сейчас, когда уже прошло столько лет, кажется, что я единственный, кто так делает. Ну не знаю. По крайней мере, я не видел, что певцы, когда поют, чтобы они одновременно и трясли головой. «Навида». «Не знаю». «Навида» «Навида» КОРФ СЕРИЗ И мы очень довольны нашим туров. А, что мы купили? Ну, такие обычные футболки, высокие шапки, ну, не знаю, матрёшки. Да, матрёшки и всякие сувениры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На испанском. На испанском моя фамилия звучит как Санчес. И там изображён такой синий лев на фоне щита. Но это символ фамилии Санчеса. Она у меня очень древняя. И они придумали это льва. И это мой родословный герб. И символ на спине. Всё очень просто. Он имеет для меня особое значение. Субтитры создавал DimaTorzok На альбоме «Кибергор» это был эксперимент. Кому-то он понравился, кому-то нет. Но он был. Но он был лишь экспериментом. Мы хотели это сделать. Это было не наше новое направление. Это был разный эксперимент. Нам он понравился. Если вам нет, ничего страшного. Нам всем нравится такая музыка. В духе Продиджи, Кэммингом Браздер. Вот такого плана. Музыка 96-97 годов. Поэтому, когда мы впервые услышали первый альбом ремиксов в Fair Factory, нам очень понравился такой эксперимент. И мы сами захотели сделать что-то в таком же духе в промежутке между альбомами. Просто, чтобы сделать что-то другое, особенное. Мы не собирались менять наш стиль. Просто так прикололи. Да, мы выпустили новый альбом уже две недели назад. Он называется Reanimated. И он будет выпущен в России. Через месяц выйдет специальное российское издание. Я надеюсь, по крайней мере, до лета. А потом мы будем работать на новом альбоме. Где-то до середины 2007 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...